Привет друзья, сегодня у нас типичный выпуск, в котором расскажу вам о 10 горячих играх, которые уже успели выйти и возможно вы их пропустили. Если вы хотите узнать какие игры на данный момент стоят того, чтобы их попробовать, то вы на правильном канале. И вот еще что, все игры можно приобретать в магазинах, ссылки на которые оставлю в описании. И приобретаются они все, но немного чем выгоднее чем в стиме. The Blight, выживастик в открытом мире, где игроков ожидают ужас и опасности. Главным оружием протагониста выступают исключительно его навыки, выживания и инстинкты. Игровой процесс балансирует на грани приключенческого экшена и симулятора. Геймплей достаточно хардкорный, любая ошибка может стоить жизни. События приключений начинаются в тот момент, когда корабль, на котором находился главный герой, потерпел крушение. Протагонист выжил и его выбросило на берег неизвестного континента. Отправившись в путешествие по острову, вскоре герой понимает, что ему удалось спастись от смертельного вируса, который уничтожает все живое на планете. Есть вероятность, что наш герой это последний человек на планете. Именно по этой причине потребуется раскрыть тайну исчезновения людей. Особенностью игрового процесса выступает то, что численность живых мертвецов с каждым днем увеличивается. Таким образом, сложность повышается. Герой сражается с болезнью, поэтому требуется следить за самочувствием персонажа, экономя силы, отдыхая и питаясь едой. Также действуют такие параметры персонажа, как здоровье, голод, жажда, усталость и температура. Все это необходимо учитывать. Like No Fire – это приключенческий экшен-песочница с открытым миром в фэнтезийном сеттинге. Вас ждет удивительный и прекрасный мир, который можно исследовать бесконечно долго. Одним из самых уникальных аспектов игры является процедурно-генерируемый мир размером с планету Земля. Каждая гора, каждый лес имеет свою уникальную географию и ландшафт. В игре есть все, что нужно для выживания. Вам придется собирать ресурсы, строить убежище, искать пищу и воду. Вас ждут увлекательные квесты, захватывающие битвы и невероятные приключения. Каждый игровой момент пропитан атмосферой загадочности и первобытности. Вы будете раскрывать историю древней земли, встречать интересных персонажей и сталкиваться с опасными врагами. Вы можете найти и приручить различных животных, которые помогут вам в вашем исследовании. Они будут охранять вас, помогать в охоте и даже помогать вам добывать ресурсы. Каждый животный спутник имеет свои уникальные навыки и характеристики, и вы сможете подобрать самое подходящее существо для своих приключений. Создание новых инструментов это еще один интересный аспект игры. Вы можете собирать ресурсы и изготавливать различные инструменты, которые помогут вам исследовать и выживать на этой планете. Будь то оружие для охоты, инструменты для разведки или просто средства передвижения. Возможности бесконечны, и вы сами решаете, какие инструменты создавать. Одним из самых захватывающих аспектов игры является возможность плавать по бескрайним океанам и рекам. Вы сможете кататься верхом на диких зверях и исследовать фантастические локации. От снежных верхушек гор до бескрайнего океана. Ощутите настоящую свободу и погрузитесь в мир, где все возможности открыты. Pioneer это шутер с элементами MMORPG, где основные действия перенесут вас на территорию небольшого острова. Это место некогда использовалось властями Советского Союза для проведения различных опытов и экспериментов над людьми. Для этих целей на острове была построена сеть лабораторий и хорошо укрепленных бункеров, где работали ученые. После развала государства испытания были прекращены, однако результаты экспериментов остались на острове. Людьми была выведена раса сильных и выносливых мутантов, которые оказались запертыми на ограниченном участке земли. Вы вместе с вашим героем попадаете в самый центр острова, где должны выжить и продержаться до прибытия подкрепления. Вам предстоит сражаться с многочисленными монстрами, которые заполонили буквально каждый участок. У вас также будет возможность биться с реальными игроками, однако сделать это можно в специально отведенных зонах. Проект предусматривает возможность прокачки главного персонажа с использованием очков опыта, полученных в результате успешных сражений. Вам на выбор предоставляется достаточно обширный боевой арсенал, а каждый вид оружия может быть кастомизирован по вашему собственному усмотрению. Кстати, смена времени суток также предполагает разные модели поведения врагов. Валхайм. Динамичный и увлекательный приключенческий экшен, который познакомит нас со скандинавской мифологией и вовлечет в череду захватывающих событий. Сюжетная линия отправляет нас на величественные просторы фантастического мира, которые игроку необходимо покорить, дабы заслужить благословение богов. Исполни роль отважного воина, который отправляется в долгий и опасный путь с целью уничтожения сторонников зла и разгадки самых мрачных тайн. Изучая локации, ты будешь добывать ценные ресурсы, элементы защиты, а также стараться пополнять боевой арсенал мощным оружием. Не стоит забывать о совершенствовании своих навыков и пополнении знаний, ведь это может точно пригодиться тебе в борьбе с более могущественным оппонентом, либо решении сложных задач. Будь внимательным и сосредоточься на пути, продумывая действия наперед, а также срази всех, кто посмеет тебе помешать. Миру грозит опасность уничтожения, и лишь на тебя возлагается последняя надежда на его спасение, после чего ты сумеешь попасть в желаемые земли. Графика отлично продумана, обладает приятной анимацией и яркими красками. Динамика игры на высоте, а общая атмосфера точно не оставит тебя равнодушным. Frostpunk 2. Продолжение выживалки, в основе которой стоит менеджмент и строительство. События игры разворачиваются уже через 30 лет после катастрофы, накрывшей землю. Теперь на планете произошло сильное похолодание, и люди страдают от постоянных морозов. В градостроительном симуляторе предложено применить роль героя, который в процессе должен возглавить целый мегаполис и заботиться о благополучии местных жителей. Для этого персонажу нужно заняться сбором ресурсов и поиском всевозможных источников энергии. Уголь давно уже исчерпан, и людям нужно сосредоточиться на добыче нефти, залежи которой расположены в морозных землях. Человечество постоянно ищет разные варианты развития, пытаясь подстраиваться под изменчивый мир. В виртуальной вселенной градостроительного симулятора обитают разные слои населения и фракции, каждый из которых преследует разнообразные цели. Кто-то желает процветания страждущему народу, которому удалось выжить, а кто-то безжалостно старается силовыми методами захватить все оставшиеся ресурсы. Действовать предстоит в условиях вечного холода, который постепенно приносит выживальцам новые внешние угрозы. Задача геймера состоит в том, чтобы объединить остатки цивилизации под собственным началом и развить город, пытаясь при этом при всем добиться процветания в нереальных и опасных условиях. Once a Human – многопользовательская игра на выживание в постапокалиптическом мире. Внеземные осадки загрязнили окружающую среду звездной пылью. Растения, люди и животные мутировали в смертоносных существ. Воду без обработки пить нельзя. Овощи, выращенные без дезинфекции, не рекомендуется. Вирус, которым они заражены, истончает мозг, вызывая истощение организма и болезни. В процессе прохождения персонаж будет испытывать голод и жажду, но только ему решать, хочет ли он брать дары природы в пищу или лучше воздержаться. Он сам способен построить дом в любом понравившемся стиле. Это будет его база, где он сможет безопасно спать, есть и пить. Главный герой не просто должен исследовать затерянные земли, он должен ответить на главный вопрос игры. Что такое звездная пыль и какие задачи она выполняет на этой планете? Ни одна поездка не будет безопасной. Мутанты готовы атаковать в любой момент. Поэтому вы всегда должны быть готовы к отражению атак и к убийству монстров. И не нужно их жалеть. Лучше подумать о тех, кто остался человеком и сейчас пытается выжить. Это товарищи по лагерю, где герой живет бок о бок и вместе с ними борется за существование. У героя есть средства защиты и арсенал оружия. Снаряжение, дробовики и пулеметы можно комплектовать по чертежам. Они должны полностью удовлетворять потребности охотника и защищать от неожиданного нападения. Ваш герой – мета-человек, переживший глобальную катастрофу. Он способен выжить в постапократическом мире, если заранее позаботиться о своей защите. Палворд – это захватывающая многопользовательская игра «Песочница на выживание», действие которой происходит в фантастическом мире. Здесь обитают уникальные существа Пал, такие как легендарные покемоны. Эти существа имеют множество функций и выполняют любую задачу по вашему приказу. Вам будет отведена роль тренера и вы сможете обучить своего Пала даже самым сложным задачам. Исследуйте окрестности, собирайте домашних животных и ищите естественные места обитания. Вам придется противостоять браконьерам, которые занимаются незаконной и жесткой деятельностью. Сражайтесь с бандитами и не дайте им проникнуть в лес, где живут Палы. Вы будете сражаться с помощью своих питомцев, которые достаточно сильны и хорошо обучены, чтобы сражаться с вооруженными людьми. Ваши питомцы также будут играть важную роль в домашних делах, таких как строительство дома и обработка почвы под посевы. Вместе с ними вы можете создать деревни и города, в которых вы будете жить счастливо. Придумайте необычные способы использования своего приятеля и тренируйте свои навыки, чтобы вырастить отличных помощников. New Cycle. Интересная во всех смыслах стратегия, в которой присутствуют некоторые элементы выживания. Здесь вам придется сделать очень много вещей, которые потребуют невероятные силы и умения. Надо сделать все возможное, чтобы после глобальной катастрофы попытаться возродить большую цивилизацию. Неожиданно мощная солнечная вспышка уничтожила огромное количество инфраструктуры, а также современные технологии. Это превратило все вокруг в настоящий хаос, когда не понять, куда идти и зачем двигаться вперед. Что же касается выживших людей, то они были просто в шоке, так как не были готовы к этим новым, достаточно тяжелым условиям существования. Теперь перед вами стоит сложная цель – попытаться объединить всех людей и зародить в них надежду на достойное существование. Придется создать большое общество, которое сможет выживать в самых суровых условиях этого постапокетического мира. Добывайте ценные ресурсы, построите большие здания, займитесь выращиванием продуктов, ну и не забывайте развивать современные технологии. Кроме того, вам придется заняться политикой, решать сложные социальные проблемы, которые будут постоянно возникать в вашем обществе. Только от ваших умений будет зависеть ваше будущее, а также будущее всего человечества. Найтингейл – это кооперативный хоррор-шутер, события которого происходят в альтернативной вселенной, вдохновленной викторианской эпохой. По сюжету, игрок и его друзья проходят через различные загадочные меры путешествия между ними через специальные порталы. Все планеты и другие вселенные захвачены полчищами монстров, и есть только одно место, где люди живут и выживают нормально. Но сначала нужно найти способ туда попасть, а для этого нужно преодолеть самые опасные места во вселенной. К счастью, главный герой обладает необходимыми навыками выживания, а также может воспользоваться помощью своих напарников. Геймплей сочетает в себе элементы выживания, исследования и экшена. В игре есть несколько главных героев, каждый из которых обладает определенным набором навыков и оружия. Вы можете играть как в одиночку, так и со случайными игроками или надежными друзьями. Оружие может быть холодным, магическим или огнестрельным, а также бомбы и гранаты, различные полезные предметы и многое-многое другое. Игра имеет очень качественную 3D графику в стиле темного фэнтези и темного ужаса с элементами викторианской эпохи. Unshrouded – захватывающий приключенческий экшен, где тебе предстоит взять на себя роль правителя королевства, погруженного в гущу загадочного тумана, который несет с собой быстрое и беспощадное уничтожение всего на своем пути. Игра сразу привлекает внимание своим кооперативным режимом, где до 16 игроков могут сразиться за спасение королевства. Вместе с друзьями можно не только эффективно противостоять туману, но и создать стратегии, которые помогут вам в борьбе с многочисленными вызовами, брошенными вам судьбой. Одним из ключевых элементов игры является система крафта. Здесь ты сможешь не только создать уникальные постройки, но и улучшать свой арсенал новым вооружением. Каждый элемент твоего снаряжения будет играть важную роль в своем выживании и спасении королевства. Спектр опасностей, с которыми тебе предстоит столкнуться, велик. От коварных противников до безумных боссов. Каждый бой будет тестировать твои навыки и стратегическое мышление. Постоянное усовершенствие навыков и боевых характеристик будет необходимостью на протяжении всей игры. Путешествие по вершинам гор и пустынным территориям, ты будешь добывать ценные ресурсы и раскрывать мрачные тайны, которые прольют свет на происходящее и могут стать ключом к спасению мира. С каждым шагом ты окунешься в атмосферу загадочности и опасности, не зная, что ждет тебя за следующим поворотом. Вот такой получился топ 10 игр, которые можно пробовать. Это был довольно насыщенный выпуск, полный невероятных игровых проектов. А какая из этих игр вам понравилась больше всего? Оставьте свои комментарии и поделитесь своими впечатлениями. А пока не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики о самых интересных играх. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!